Время новостей на Хабар 24, в студии Хасан Исраилов и я, Вера Захарчук, расскажем о самом интересном данном участке. Здравствуйте. Самовыдвиженцы не смогут претендовать на главный пост в Казахстане. Такую норму содержит проект изменений в ряд конституционных законов нашей страны. Документ сегодня в первом чтении одобрили депутаты Мажелиса. С его принятием на пост президента Казахстана смогут претендовать только члены политических партий или общественных объединений. Комментируя эту норму в кулуарах Мажелиса, министр юстиции, представивший документ, отметил, что делается это для того, чтобы исключить несерьезное самовыдвижение. Премьер глава Минюста привел Украину, где в ходе последней предуборной кампании кандидатам в президенты числились несколько персонажей знаменитого голливудского фэнтези. Надо вернуться еще также к другим нормам, которые определяют требования к кандидатам. Например, всегда были какие-то требования, обеспечивающие, чтобы человек имел какую-то поддержку общества. Это он должен был определенное число голосов собрать. То есть это одна из мер, которая обеспечит его поддержку, его опыт, его знание, зрелость к моменту выдвижения на такую ответственную должность. Парламентарии также одобрили в первом чтении проект закона, предусматривающий перераспределение полномочий президента. Еще одна норма, нашедшая поддержку депутатов, обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в президенты. Список заболеваний, с которыми нельзя претендовать на пост главы государства, пока общественности не представлен, но парламентарии выступают за медосмотр. Всего поправки коснутся восьми конституционных законов. Они же содержат норму о лишении гражданства, как утверждает глава Минюста по 16 составам. В их числе государственная измена, геноцид, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а также вооруженный мятеж. В поселке Яган-Набулак Карагандинской области наладили производство экологически чистых полуфабрикатов. В сельскохозяйственном кооперативе организовали весь цикл производства и переработки мяса. Все рецепты без искусственных добавок. О том, как насилие добились успеха и какую поддержку при этом получили от государства, следующий материал. Эта колбаса в магазинах Каркаралинского района Карагандинской области уже стала бестселлером года. Продукция предприятия Балкантау, что в поселке Яган-Дебулак за несколько лет своего существования, уже получила широкую популярность в районе. Сейчас в меню полтора десятка видов различных мясных полуфабрикатов. К всему миру сейчас товары идут как-то некачественные. Соя там добавляют, всякие ингредиенты. Но если взять наш товар, у нас полностью качественный, экологический. Мы стараемся сделать это как бренд. Вот, например, айфон же покупает, ну, покупает. И мы тоже хотим так развить это производство. Надежда на реализацию грандиозных планов, расширение производства и завоевание новых рынков сбыта здесь появилась после того, как в поселке организовали кооператив. В него вошли больше 40 домашних подворий. Увеличение производства тоже есть. С другой стороны, здесь мы используем потенциал личного подсобного хозяйства. Мы сейчас обеспечиваем загруженность предприятий, заготовительных предприятий, молзаводов и вот таких вот предприятий, которые перерабатывают продукты. 26 подсобных хозяйств только этого села получили льготные всего под 6% кредиты на общую сумму 68 миллионов тенге. На эти деньги скотоводы закупили молодняк крупного рогатого скота, приобретают и на косилке, и другое оборудование для откормочных площадок. У нас 2-3 программы государственные. Когда кредитуем членов кооператива, членами кооператива могут являться люди, которые работают. То есть те же учителя, те же врачи. Всего по области за полгода создано уже свыше 30 подобных мясных и молочных кооперативов. Они объединили порядка 700 подсобных хозяйств. В этом году на кредитное финансирование подобных СПК в регионе выделено 1,5 миллиарда тенге. Режим чрезвычайного положения в экономической сфере бразильского штата Рио-де-Жанейро продлен до конца 2018 года. Соответствующий документ большинством голосов поддержала местная законодательная ассамблея. В рамках законопроекта властям штата разрешено перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников данной меры, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тысяч человек. Напомню, режим чрезвычайного положения в экономической сфере Рио-де-Жанейро был объявлен в конце июня прошлого года. Причиной такого шага стал огромный бюджетный дефицит, который, по словам местных властей, мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению олимпийских и паралимпийских игр. Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель. Нижняя палата японского парламента одобрила противоречивый проект закона о борьбе с терроризмом. В правительстве полагают, что это необходимо для повышения мер безопасности. Однако критики документа говорят, что он может привести к нарушению прав граждан и применяться избирательно. Подробнее в следующем сюжете. Правящая в Японии коалиция приблизилась на шаг к введению в силу спорного законопроекта о противодействии терроризму. Несмотря на протесты внутри и снаружи парламента, Нижняя палата большинством голосов 338 против 121 одобрила этот документ. Его сторонники уверяют, что он нужен для усиления безопасности, в частности, в преддверии Олимпиады 2020 в Токио. У нас будет проходить чемпионат мира по регби в 2019 году, а Олимпийские и Параолимпийские игры в 2020. Обеспечить безопасность – это долг принимающей страны. Мы обязаны тесно сотрудничать с международным сообществом в борьбе с терроризмом. В законопроекте перечислены тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Среди них – сидячие забастовки, копирование музыки, кража растений и заповедников. По мнению критиков, многие пункты документа просто никак не связаны с терроризмом. Оппозиция опасается, что его принятие позволит правящей партии во главе с премьер-министром Синза Абе под предлогом обеспечения безопасности ограничить многие гражданские и политические свободы. Мы не допустим принятия этого закона. И мы не перестанем выражать своё несогласие даже в том случае, если его всё-таки одобрят. Несогласны с решением парламента и рядовые жители страны восходящего солнца. На улицы Токио вышли около 200 митингующих. Если закон примут, незаконные обыски полицейки станут обычным делом, неприкосновенно с частной жизнью в опасности. Поэтому я здесь. Они прикрываются терактом в Англии. Якобы поэтому нам нужен такой закон. Но ничего подобного в Японии не происходит. Одобренный Нижней палатой парламента, законопроект поступит на рассмотрение верхнюю. Однако с учётом того, что правящая коалиция обладает там большинством, ожидается, что он будет принят. Асим Хасенказа, Хабар, 24. В Астану с рабочим визитом прибыл заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок Дмитрий Киркензес. На заседание руководящего комитета коллегии комиссаров национальных секций он отметил, что доволен организацией встречи международных участников. Некоторые из них уже завтра готовы презентовать свои павильоны, другие находятся на стадии завершения их тематического наполнения. Самое главное, что все укладываются в сроки. Вчера я был около двух часов на территории выставки. Тот, кто впервые попал сюда, может сказать, когда они успеют. Ещё не всё готово, но мы проводим много выставок и знаем, что это нормально. Уровень подготовки к Экспо высокий. Я с уверенностью могу сказать, что 10 июня Экспо в Астане удивит всех посетителей. Умные сети электроснабжения, используемые в Экспо, после выставки передадут на баланс столичного Кемата. Такую информацию в ходе презентации интеллектуальных систем сообщил руководитель департамента новых технологий и IT Владимир Соболев. Смарт-грид – так называется проект, который позволяет аккумулировать энергию в солнечные и ветреные дни. На баланс столицы также передадут систему управления уличным освещением. Рассказали в Экспо и о парковочных местах, о их более пяти тысяч. Во время проведения выставки гости смогут забронировать свободное место для машины с помощью специальных табло. Оплачивать парковку водители смогут безналичным способом. Также посетители смогут оставить свое авто на дополнительных перехватывающих парковках. Парковки у нас будут работать по платной схеме. Тарифы сейчас проходят утверждения. Пока я не могу назвать, какая стоимость будет. Но, тем не менее, она будет соизмерима со стоимостью парковок на территории города. В поствыставочный период на месте парковок будут строиться другие объекты. Но, тем не менее, оборудование, которое мы установили, оно не пропадет. Данное оборудование будет перенесено в подземный паркинг выставки. В Толгарском районе Алматинской области за последние двое суток из-за сильных ливней произошел сход почти 20 оползней и одного селя. Жертв нет. Однако сейчас грязевыми потоками и камнями завалены несколько участков дорог, ведущих к ряду населенных пунктов. Перекрыт ирригационный канал, потоплено несколько дачных участков. В целях безопасности из ближайших дачных домов эвакуировано 12 человек. Сейчас на месте ЧАЭС работают наряды полиции. Расчистка участков ведется частично, поскольку есть риск схода новых оползней и селей. В пяти населенных пунктах Толгарского района потоплены 40 дворовых территорий и более 10 домов. Решением Акима Толгарского района на территории Толгарского района объявлена чрезвычайная ситуация. Для проведения работ по отведению воды с улиц и дворовых территорий в данных участках задействованы 11 человек и 3 единицы техники, а также 2 мотопомпы службы пожертвования и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области, а также задействованы местные исполнительные органы в количестве 34 человек и 18 единицы техники. Новые птицы появятся в зеленом поясе Астаны. Для этого планируется расширить столичный фазонарий. За 7 лет он доказал свою эффективность. Уже больше 7 тысяч особей выпустили птицеводы. Подробнее расскажется Олег Саинова. Птицы в очках. Это не случайность и не прихоть. Во время брачного периода самцы становятся очень агрессивными. Начинается яростная борьба за курицу. Чтобы избежать петушиных боев, птицеводы вынуждены надевать на пернатых питомцев эти красные очки. Красавцы-фазаны скоро снимут непривычные аксессуары и покой в птичнике восстановится. За 4 года фазонарий Сайдула Абильдин изучил повадки диких птиц. Они узнают его в любой одежде. Птицевод кормит их несколько раз в день, а они исправно несут яйца болотного цвета. Специальный корм, курни сушек. Мы туда добавляем творог, рыбожир, подсолнечное масло, также костная мука, травяная мука, капуста, морковь, свекла. Фазанарий появился в зеленом поясе столицы 7 лет назад. Сюда привезли 60 южных птиц. Сейчас число их выросло до 8 тысяч. Свыше 7 тысяч уже выпустили на волю. Теперь фазанов можно увидеть в радиусе до 100 километров. Делятся лесники предприятия. Главная цель разведения птиц данных – это, во-первых, достижение биологического равновесия между флорой и фауной искусственного леса нашего зеленого пояса города Астаны. Во-вторых, борьба, биологический метод борьбы с вредителями леса, так как разведение фазанов помогает снизить птицидную нагрузку, которая впадает на наш зеленый пояс. С 2010 года, для примера, можно сказать, объем химической обработки лесонасаждений у нас снизился до 350 гектаров. Фазанарий ждут большие перемены. Его расширят, сделают более современным. И в нем появятся новые обитатели – тетерева. День открытых дверей для городских школьников провели полицейские козеларды в преддверии профессионального праздника. Стражи порядка рассказали о службе в органах внутренних дел и правилах поступления в высшие учебные заведения и ведомства. Организовали для ребят и увлекательную экскурсию в Музей истории департамента и в Центральное оперативное управление. Старшеклассники также посетили аллею памяти, где увековеченные имена более 100 ветеранов полиции погибших при исполнении. служебного долга. Мероприятие направлено на обеспечение гласности и открытости деятельности правоохранительных органов, которые позволят укрепить связи с полицией и с общественностью. Сегодня эти дети – наши гости, но, возможно, завтра часть из них пополнит наши ряды. Очень впечатлило знакомство с ДВД. Столько интересного услышала об опасных преступниках и о героях полицейских. Возможно, и я выберу эту профессию. В Бразилии обнаружен гигантский изумруд весом более 360 килограммов. Необычная находка была сделана на шахте в небольшом городке на севере страны. Горники осторожно извлекли полутораметровый черный камень, который после очистки оказался зеленым изумрудом. Специалисты оценили находку в 450 миллионов долларов и предположили, что если камень распилить и отшлифовать, то получится более 200 тысяч карат изумрудов. Местные власти заявили, что гигантский драгоценный камень уже продан владельцу соседней шахты, который пожелал остаться анонимным. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. До встречи в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин